Книга пророка Исаии И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали перстых, и преклонился человек, и унизился муж, и Ты не простишь их. Иди в скалу, и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Гордый не терпит превосходства над собою, и, встречая его, или завидует, или соперничает. Соперничество и зависть друг другом держатся, и в ком есть одна из их страстей, в том обе они. В ком есть они, того мучит успех других, а в ком нет, того не печалит он. Этот, когда другому оказана честь, не смущается, когда другой возвышен, не тревожится, потому что всем отдает преимущество, всех предпочитает себе. Бессмеренно мудрее напрасный всякий подвиг, всякое воздержание, всякое послушание, всякая нестержательность, всякая многоученность. Нечистый дух высокоумия, изворотлив и многообразен, и все усилия употребляет, чтобы возобладать над всеми, мудрого уловляет мудростью, крепкого крепостью, богатого богатством, красивого красотою, художникой и искусством. И ведущих духовную жизнь не пропускает он искушать подобным же образом и ставить свои сети, отрекшемуся от мира в отречении, воздержному в издержании, безмолвнику в безмолвии, нестяжательному в нестяжании, молитвеннику в молитве. Во всех старается он посеять свои плевелы. Как врачество против гордости, чаще прочитывай следующее и другие подобные места писания, направленные против ней. Игда сотворите вся повеленная вам, глаголите, як у рабы неключимы есть мы. Аще кто мнит себе бытичто, ничтоже сый умом льстит себе. Еже есть в человецах высоко, мерзость есть пред Господом. «Научитесь от меня, я как роток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, говорит Господь. Во смирении нашим помянуны Господь и избавил наесть от врагов наших. Смирихся и спасемя. Нечист пред Господом всяк высокосердый». «Если здоров ты телом, то не превозносись и бойся. Кто сам себя возвышает, тот готовит себе бесчестие, а кто служит ближнему в смиренномудрии, тот прославится. Смири помысел гордыни, прежде нежели гордыня смирит тебя. Не изложи помысел высокоумия, прежде нежели он не изложит тебя. Сокруши похоть прежде, нежели похоть сокрушит тебя. Не осуждай брата в непостоянстве, чтобы и самому тебе не впасть в ту же немощь. Новоначальные, не имеющие смирения, не имеют у себя оружия на сопротивного, и таковы потерпят великое поражение. Пусть монах имеет тебя из последних последним и приобретает тебе упование, ибо, смиряясь себе, вознесется, а возносяйся — смириться. Злая укоризна монаху — гордыня, дерзость, бесчувственность, бесстыдство, безрассудность, вспыльчивость, безумие. Если возлюбишь гордыню, будешь часть бесам, если возлюбишь смиренномудрия, будешь часть владыки Христу. Высокоумный человек много понесет печали, а смиренномудрый всегда будет веселиться о Господе. Высокоумие во всякое время домогается чести, а смиренномудрие в славе не превозносится и в бесславии не беспокоится, потому что ожидает награды от Господа. Превозношение слепляет умные очи, а смирение просвещает их любовью, ибо Господь научает кротких путем своим. Опасно человеку надеяться на самого себя, а надеющийся на Господа спасется. Украшающий одежды свои возгордится, а гордый монах — не оперившийся орел. Смиренномудрый монах, легкий скороход и как бы меткий стрелок. Как железо все утоншает и покоряет, так и смирение по Богу разрушает кознь врага. Что рогатина для зверолова и оружие для воина, то для монаха смирение. Опасно человеку гордыня в каком бы то ни было виде. Не люби гордыни, потому что нет в ней пользы. Всякая немощь при попечительности исцеляется, но не дух гордости с трудом врачуемое зло, потому что она отвергает целительное врачество и вымышляет для себя смертную отраву. Да не будет ее в рабах Христовых. Хочешь ли быть великим, будь меньше всех. Если выйдет брат из монастыря, не превозносись над ним мыслью, и да не будет он бесчестен в глазах твоих. Не везь его, что родит, находяй день. Слушай того, кто говорит, меняйся стоять и доблюдеться, да не подет. И еще, не хваляй себе искусен, но его же Бог восхваляет. Ибо многие думали о себе, что одержали они вверх и начальствуют, но они стали искромешных кромешными, а люди отчаянны, прияли благодать, потому что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Если видишь человека непослушного, гордого и мудрого о себе, то корень его уже полумертв, потому что не приемлет в себя тука, сообщаемого страхом Божьим. А если видишь человека безмолвного и смиренного, то знай, что корень его прочен, потому что напаяется тухом страха Божия. Велико преуспеяние, и велика слава смиреномудре, и нет в нем падения. Признак смиреномудре — обеими руками удовлетворять потребности брата, так как бы и сам ты принимал пособие. Человек гордый и непокорный увидит горькие дни, смиреномудрый же и терпеливый возвеселится всегда о Господе. Великое дело найти человека смиреномудрого и терпеливого, доброте его нет меры. Кто превозносится над братом своим, над тем издеваются бесы. Дожди размножают сорные травы, а сообращение с людьми мирскими производит страсть высокоумия, но боящийся Господа не превозносится. Если сподобился ты дарования, не высокомудрствуя, ибо не имеешь у себя ни одного совершенства, его же не си приял от Бога. И если не будешь ходить по его заповедям и воле, отнимет он у тебя собственность свою и отдаст лучшему, и тогда будешь походить на человека, у которого отнимают перо, только что омоченное в чернила. Сколько не превозносится человек в гордыне сердца своего, все же он попирает землю, из которой взят и в которую пойдет. Возвышает же Господь смиренных. Высокоумие не излагает, а смиренно-мудрее получает победную награду. Если пред братьями своими окажешься чистым, как золото, то и тогда почитай тебя сосудом непотребным и избежишь гордыни, ненавистной Богу и людям. Если видишь, что брат твой грешит и наутро сведешься с ним, то не презирай его, признавая грешным в мысли своей, ибо не знаешь, что, может быть, когда ушел ты от него, сделал он попадений своем что-нибудь доброе и умилостивил Господа с дыханиями и горькими слезами. Надо бы наудерживаться от осуждения других. Каждому же из нас надлежит смирять себя, говоря о себе словами псалма, «Беззаконие мое превздуше главу мою, яко бремя тяжкое оттяготешено мне». Не дай мне общий всех владык от такого сердца, которое ненавидит подчинение и отеческое вразумление. Удали от меня горделивые помыслы, ибо ты, Господи, запретил яси гордым. Не только взор пусть будет поникшим долу, но и сердце да не превозносится над другим. Если двое новоначальных живут со старцем, кто из них больше пред Господом? Тот, кто смиряет себя пред братом своим в страхе Божьем, ибо не лжив сказавший, смиряясь вознесется. Кто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизу подложит рычаг, и тогда легко поворотит камень. Это образец для смиренномудрия. И Богу, и людям ненавистна гордыня, а любящих смирение возвышает Господь. Ни достоинство, ни почесть, ни величие вводят в Царство Небесное, но смирение, послушание, любовь, терпение и благодушие вот что спасает человека. Не слыхали разве, что дьявол за гордыню не спал с неба? Не слыхали разве, какой великой славы лишился он за противление Богу? Смиренный не тщеславится, не гордится, служа Господу из страха пред Ним. Смиренный не устанавливает собственной своей воле прикословие истине, но повинуется истине. Смиренный не завидует успеху ближнего, и не радуется его сокрушению, падению. А напротив того, радуется с радующимися и плачет с плачущими. Смиренный не уничижается в лишении и бедности, и не оказывается надменным в благоденстве и славе, но постоянно пребывает в той же добродетели. Смиренный почитает не только высших, но и низших себя. Смиренный не впадает в раздражительность, никого не оскорбляет, ни с кем не ссорится. Смиренный не упрямится и не ленится, хотя бы и в полночь позвали его на дело, потому что поставил себя в послушание с заповедем Господним. Смиренный не знает ни досады, ни лукавства, но в простоте служит Господу, мирно живя со всеми. Смиренный, если услышит выговор, не ропщет, если будет заушен, не выйдет из терпения, потому что он ученик, претерпевшего за нас крест. Смиренный ненавидит самолюбие, почему не домогается первенство, но почитает себя в мире всем как бы временным пловцом на корабле. Если изучишь и все Божественное Писание, смотри, в противность Писанию, да не надмевает тебя этим помысел, потому что все Богодухновенное Писание учит нас смирению. А кто думает или делает противное тому, чему учился, то всем самым показывает, что он преступник. Если тревожит тебя дух гордости или любоначали, или богатства, то не увлекайся им, а напротив того стань мужественно против ополчения лукавого и льстивого духа. Представь в мыслях древние здания, обещавшие изображения, изъеденные ржавчины из толпы и размысли сам собою, и посмотри, где обитатели и соорудители всего этого. И старайся угодить Господу, чтобы сподобиться тебе Царствие Небесного за не всяко плоти, яко трава и всяко слава человеча, яко цвет травный. Что выше и славнее царского достоинства и славы, но и цари приходят, и слава их, а удостоившиеся Царствия Небесного не испытывают ничего подобного, но в мире и радовании, пребывая на небе с ангелами, без болезней, печали и воздыхания, в радости и веселье хваля, прославляя и величая Царя Небес и Господа всея земли. Если прежде всех придешь к службе Божией и простоишь до конца, да не надмевает тебя симпомысел, ибо высокоумие подобно норе, в которой гнездится зми и умерщвляет подходящего. Не будем превозноситься, а станем лучше смирять себя. Да и что у нас за силы, чтобы превозноситься нам, когда и малая затруднительность повергает нас на землю. Посему возлюбим смирение, чтобы Господь не отвратился от нас. Во всяком месте и во всяком деле да будет с тобою смиреномудрие, ибо как тело имеет нужду в одежде, тепло ли или холодно на дворе, так и душа имеет всегдашнюю нужду в облачении себя смиреномудрием. Предпочти лучше ходить раздетым и разутым, нежели быть обнаженным смиреномудрие. Потому что любящих он покрывает Господь. Имей смиренный образ мыслей, чтобы, превознесшись на высоту, не разбиться в страшном падении. Начало смиреномудрие покорность. Смиреномудрие да будет у тебя и основанием, и облачением ответа. Речь же твоя пусть будет проста и приветлива в любви Божией. Высокоумие не подчиняется, непослушно, непокорно вводится собственным своим помыслом, а смиреномудрие послушно, благопокорно, скромно воздает честь и малым, и большим. избрав для себя благоговейную жизнь, трезвис, чтобы лукавый под видом благоговения не внушил тебе чуждого помысла и именно тщеславия и гордыни, по которым не захочешь трудиться вместе с братьей, работай, как и другие братья, и охраняй свое благоговение. Если будет тревожить тебя помысел самомнения, скажи борющему тебя, иди от меня прочь, лукавый помысел, что такое я сделал или в какой преуспел добродетели, что внушаешь мне подобные мысли? Святые каменьем побиений выше, притрений выше, искушений выше, убийством меча умроша. Сам владыка всяческих за нас крест претерпе, а сормоте не родив, а я все время жизни своей проведя во грехах, какой дам ответ в день суда? Исим отгонишь от себя высокоумие. Один брат сказал, просил я себе у Господа помысел смиренно-мудрее, чтобы, когда брат мой прикажет мне сделать что-нибудь, говорил я помыслу, это господин твой, слушай его, а если прикажет другой брат, опять говорил, это брат господина твоего, а если прикажет ребенок, и тогда говорил, слушай сына господина своего, и таким образом, противя с чуждым помыслом, при содействии благодати безмятежно сделал он дело свое. Бесстрашие рождает гордыню, а гордыня матерь непокорности. Смиренно-мудрие и кротость, обладающего им, пригвождают к страху Божию, как столб, утвержденный в храме Божьем. Блюди садбес высокоумие, чтобы не впасть в дух гордыни и неподчинения и не сделать себе вреда. Нет тебе стыда пребывать в подчинении о Господе и своими руками делать доброе. Сия небольшая печь и скорбь, претерпеваемая тобой ради Господа, доставит тебе вечную жизнь. Представь, что кто-нибудь на драхму выменивает многие тысячи талантов золота, то уже значит и всяческая печаль монашеской жизни в сравнении с будущей скорбью, которая сретит делающих худое. Уступаешь ты малое, а тебе дается великое, посему отрекайся от высокоумия, и часть твоя будет Господь. Отличительные черты и признаки человека, имеющего истинное смирение, суть следующая. Почитать себя грешным паче всех грешников, не сделавшим ничего хорошего пред Богом, укорять себя во всякое время, на всяком месте и за всякое дело, никого не хулить и не находить на земле человека, который был бы грешнее и нерадивее его самого, но всех всегда хвалить и прославлять, никого никогда не осуждать, не уничижать и не оклеветовать, во всякое время молчать и без приказаний или крайней нужды ничего не говорить, когда жизнь просит и есть намерение или крайняя нужда заставляет говорить и отвечать, тогда говорить тихо, спокойно, редко, как бы по принуждению и со стыдом. ни в чем ни в чем не выставлять себя за меру, ни с кем не спорить, ни о вере, ни о другом чем, но если говорит, кто хорошо, сказать ему «да», а если худо, отвечать «как знаешь», быть в подчинении и гнушаться своей волею, как чем-то пагубным, иметь взор поникшим всегда в землю, иметь пред глазами смерть свою, никогда не прознословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему, с радостью переносить обиды, уничижения и утраты, ненавидеть покой и любить труд, никого не огорчать, не уязвлять ничью совесть. Таковы признаки истинного смирения. И блажен кто имеет их, потому что здесь еще начинает быть домом и храмом Господа, и Бог вселяется в нем, и делает сон наследником царствия. В том нет смиреномудрия, чтобы грешнику почитать себя грешником, но смиреномудрия состоит в том, чтобы, сознавая в себе многое великое, не воображать о себе ничего великого. Смиреномудр, кто подобен Павлу, но говорит о себе «Нечисо же в себе свем» или «Христос Иисус, прииди в мир грешный спасти, вот ниже первый есть аз». И так быть высоким по заслугам и уничижать себя в уме вот смиреномудрия. Смиреномудрия «Помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дай во смятение ноги твоей я ниже воздремлет храняй тебя все не воздремлет ниже уз нет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнца не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века господь господь Глава 12. И Тебе славу высылаю, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. И Тебе славу высылаю, с обезначальным Твоим Отцем и пресно и вовеки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok